МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС! В эфире Беларусь-стрекередоскоп культурных новин, вядомых фактов и цикавых именов. Двадцать сперших высоковека означает Сусветный день поэзии и Межнародный день для Олечника. Мы венчуем у всех, кто мает дочинение до этих святых, и начинаем программу за отметные подеи в культурном житте нашей краины. Театры с десятей краин собрались на Международный молодежный театральный форум «Март Контакт», який стартует сегодня в Могилеве. За 12 годов проведение форума стал одной из самых значных и чаканных культурных подеев в театральной просторы Беларуси. Сегодня в программе фестиваля углядачы убачат 22 разно-жанровые постановки 20 театров. У першыню дельниками театрального форума станут коллективы из Аустры и США. Распочнется фестиваль трагеды «Аднаклассники. Уроки життя» у выкананья Алматинского театра. Аурочистый старт фестивалю дасть Державный академичный театр из Ярославля «Камеды и месяц у вёсцы». А кроме того, подчас форуму пройдет 92 цикавых импрессы, среди которых майстерня молодой режиссуры и выстава молодых могилевских фотографов. Артысты Костромского камерного драмтеатра привезли у Гомель спектакль «Нелегалка» по водляднойменной пьесы Анатолия Крыма. Режиссер постановки Борис Голодницкий характеризовал этот твор как гимн «Жаншиня». У его постановцы отрымалась пронизливая история про розную высоблень и каханню с элементами крональной, амалькомичной наивности и востреню и трагизмом реального життя. До також спектакль текава своим музычным осдаблением у имбушит шерек бардовских песен у живым в окананьях артыстов. Завтра до Дня памяти Ахвер Хатыни телеканал «Беларусь-3» подректовал до проглядой двухсерейную драму «Ди, гляди» режиссера Элли Маклимова по водле хатынской оповести Олеся Адамовича. Паде из тушки разгортываются у Беларуси в 1043 году. В центре сюжета беларуских лопчик, який становится светом жахов нацистской карной акции. У Венеку Чагоза два дня перетворяется життя радостного победка у севого венака. Драму глядите за пар завтра у 9 годин 15 минут на Беларусь-3. Адразу пасля прогляду с тушки пропануем вашу увазе авторскую программу Александра Дамарацкого «Святло далекой зорки», у якобы подзеговорка пра заслуженнага архітектора Беларуси Леонида Левіна. Йон – автор великой колькості помнікаў і меморіальних комплексів, присвеченым Ахверам Вайны, серед яких меморіал «Яма» на таратурую былого Мінського гето, меморіальний комплекс «Вязням гето» у Слуцку, меморіал «Прорыв» на Ушадчыні і вядома меморіальний комплекс «Хатынь». Он остался книгой, которая еще будет читаться. Межнародная радуя Беларусь, Белтелерадуя компаниў сумесна с посольством Китайской народной республики у Республиці Беларусь, Беларускім товарыствам дружбы і культурной сувязі з замежными країнами і Республиканскім інститутам Китаязнауства і мя Конфуція Беларускага Дзержавнага университета падвяло вынікі міжнароднага конкурсу творчых работ на тему «Беларуско-китайская супрацовніцтва», «Шалковы шлях і индустрияльны парх в Галекі камінь маімі ватшыма». На конкурсе прымалі у дел каля 60 работ на русской, беларускай і китайской мовок з Беларусі, Китаю, Польщі і Україні. Переможцями стали аспирантська НРМ Ван Шивей і викладчиця з Минска Светлана Кабачевська. Сценичний жарт на другий день сьомухі, поводля примакоу Янки Купалы, пропонується не Минський областний драматичний театр. Режиссер-постановщик Юрий Вута пакінув спектакль і усе, як було у класіка. Толькі увы, додатковий персанаж Суфлєра, чалавець от театра, каб наблизі действа божь до сцены. Поводля сюжета, пасля святочной страты памяти на сьомуху, батьки ся мейство поменялися жонками і хатами, босподяваліся, што чужой, зажда і лепші. Што з гэтах асталося, можна доведацься ўжок этим вечером у Минським областним драматичним театрам. На чарзе падзеякі адбываюцца пазамежамі нашай країны, што готу Межнародны дзень театра ляляк Таймс-сквер у Нью-йорку перетвараецца ў сцену віалізмага лялячных га театра. Каб адзначыць професійнае свято, ў центры Манхэтэна збіраюцца дзясяцькі лялькаводаўса сваими вяселыми і потешными падапечными. Пакуль лялькі лічыць, што гэта свято було створана для выдуманых людей, лялькаводы выказываюць надзею, што мерапрыємства затікавець грамацтва мастацтвам лялячных га театра. Думаю, шмат хто лічыць, што театр ляляк гэта толькі для дзяцей, што гэта тое, што паказываюць па тэллівізару ў суботу раніцей. На самой справі лялячная шоу гэта мастацтва, якое могуць ціаніць любые глядачы, і дарослые, і дзєці. Межнародны дзень театра ляляк свято давулі маладоя, ён был заснаваны Межнародным саюзам лялячных театраў ў дзвітысячі трэцім годзе. С таго часу 21-га закавіка па ўсім свєці збіраюцца разам профісіаналы і аматоры аднаго з самых старажытных відаў мастацтва. Яны організовуюць выступлэнні, фестывалі, святочныя шэсті, а таксама дискусіі і майстар-класы. На чорную комеду і жанучая танка сёння запрашаю публіку новы театр. Спектакль пастаўліны паводля пьесы ўдогу, аднаго з самых папулярных драматурга ў канца 20-га стагодзе, а тонкага сатырыка і майстра парадоксу, Слава Міра Мрожыка. Режісёра Генедіктора Стрэжэнка ў форме гротэску доследуюць спектакля мушчынску і жанучу прэроду. Сутыкая дзвесу працлегласті, выразна вызначая станучай адмовныя бакі двух чалавечых пачаткав. Ёгку іронічную французскую комедую школа падаткоплатзеўчыка ў сёння прэзентуе мастацкі керавнік Купалавскага театра Міхалай Пінігін. Павыду сюжэта французскі авантурыст во ўласной школі вучыць ўхіляцца адзерталных падаткаў за невялікую плату. Грушы яму патрыбны, каб не стратіць жонку, якая вырышыла яму здрадзіць. Міхалай Пінігін ўжу ставіў ў эту пьесу ў 2060 годзе ў Санкт-Петербургу. Однысловы для постановки ў Купалавскім театра пироклад твора с французской мовы зробіў Андрэй Хаданович. Ешчэ прасекавая культурная падея, які зараз ладзяться ў беларускай століце, доведаемся ад наших корреспондентів. Дуэтісіма, ті сустрэча маэстроў фортепіано, не, не за кубочком кавы, за клавішами короля музычных інструментов. На некалькі дзён залы белдярж филармонії ператварыліся ў свая саблівы музычны рынх, дзе спаборнічалі майстры фортепіаны з Літвы, Польщы, Маудовы, злучаных штатаў і Беларусі. І ўсё гэта ў суправаджэнні симфанічных аркэстров. Дзевять гэдаў запар гучыць дуэтісіма на филармонічной сцені. Аутры і натхняльнікі праэкту Наталя Котова і Валерай Барэвіков, што год узбагачаюць ідэями ўласныя тварэння. У дуэтісіма толькі скарбы фортепіанный музыкі і толькі зорны склад выканаўцов. Лепшы фортепіанны дуэт пауночны Амерыкі. Ане і Эдвард Цюржон, рокас і саната Зубова сэ з Літвы, народныя артысты Малдовы Анатолі Лапікус і Юрый Маховіч, а восьмастацкага керавніка Мінскай филармонії Юрый Гильдюка нечаста пачуеш са сцены. Алі концерт ў рамках дуэтісіма – счасливае выключэння. Начарзе галерая славутых імянінніка ў сёння спауняецца 177 гадоў зні нараджэння паэта і пісьмінніка 19-го стагодзя, публіцыста-перакладчыка, аднаго з пачынальнікаў новой крытычны і реалістычны беларускай літературы Францішка Багушэвіча. Юнудзельніча ў студэнскіх кваляваннях у боях національнавызвалінчага ползкання 1863 гада. Найважніші неўтворчаці Багушэвіча, лічыць яго зборнікі «Дудка беларускай» і «Смік беларускі». Дзякуючай якім, ён стал адным з самых вибітніх паэтів-реалістів своєго часу і своєсаблівым довіднікам для наступних пакалінняў беларускіх мастрів. Сім непрямае віншавання з днём нарадження, хореограф і режіссёр-постановщик, заслуженний дзеш мастацтваў Микалай Дудченко. Ненавітаўн, разом з незмінным керувніком хореографічного ансамбля «Харошкі» Валянтині Гаеву, стаяў ля в ітоку стварэння легендарнага коліктыву. Поставлені Микалай Дудченко яркі, непалторні і высокопрофесійні нумары стали візітній карткай ансамбля, при чым их колькасті шла не на дзясяткі, а на сотні. Выдатный хореограф Микалай Дудченко распрацовувал нумары «Харошак» і як режіссёр, тому концерты ансамбля заусёды выглядалі як повновартоснае народнае свята. Далі ў програмі мы звернімся до тэну музыкі, бо сёння, «День народженина» іоганна Себастьяна Баха. Усё своё життё до пошних дзён він стварал музыку, светскую, духовную для розных инструментов. У спадшими композитора більш за тысячу твораў, сяруд яких ёсць усе жанры, окрамя оперы. Я дума, что под старость композитора Маля Слеп, а ле ён протягу ствараць музыку, яку под диктойку майстра записывал яго зять. Сіння музыка Баха влучшить ваў всіх без выключэння концертных залах су свету, а на родине ў лейпцево, што год праходзіць міжнародны фестываль Баха, прэсвечэны творчасці маэстра. І ў протяг темы музыкі сёння спаўняцца 122 гады з дня народжэння маэстра сцэны, якого абязмежна любіла публіка, народнага артыста СССР Леоніда Уцёсава. Їн был артыстам неординарнага талінту, співаком, акцёрам і дырыжорам. Їн граў у театра, і співав куплеты, чытаў гуморастычныя аповіды, выдаднавы контуў танцы і апіраточныя дуэты, а таксама здымаўся ў кіно. Самай знакамітаў кіноработа ў Цёсава, музычная камедыя Рыгора Александрава «Вясёлые рабяты». Дарэчы, Леоніда Уцёсав, плеўшэй сэрад артыстов, эстрады был дастойны звання народнага артыста СССР. І яшчэ адно імяў гэты дзэнь просто немагчэм абысті ўвагай. Сёня православнай вернікі віншуць з днём нараджэння гоноробага патрэяршыга экзарха ўсяе Беларусі ў ладыку Филарэта. Їн был архіпасторам беларускай православны царквы на працягу 35-і гадоў. І гэты перы ад стал часам адраджэння православной веры ў нашай краіні. Дзякуўчы намаганням Филарэта, ў Беларусі былі адроджэны асвячонныя храмы, разбуранны ўсвецкі часы, а таксама адновлено навучанне ў духовны семінары. Паўсё ў краіні будаваліся нова царквы і ствараліся епархі. І ў вогалі православна царква ў Беларусі знайшла свой статус, фінот і саму шыроку администраційну самастойнасць. На праканце праграмы знову звернімся до міжнароднага молодзёжнага театральнага форума Марк Контакт, яке распачаўся сёня ў Могилёве. Про адмедності сьолітніх АПСТу, а таксама пра ёгоудельникам мы вырошили доведаться і окажуть з перши хвозна. Саулю, здравствуйте! Сьогодні в Могилёве открывается 12-й международний молодзёжнаг театральнага форум Марк Контакт. С каждым годом становиться легче либо трудне организовать фестиваль? Проще это точно не становиться. Сложне в том плане, что становиться всё більше спектаклей, из которых надо отбирать. Та же самая проблема возникает с финансированием. Становиться на фестивале спектаклей больше. Надо заработать какие-то деньги, чтобы покрыть расходы. В какой степени Марк Контакт – это форум для зрителей, а в какой – для профессионалов театра? Возникает вопрос, для чего всё-таки фестиваль, для какой аудитории. Он называется «Молодёжного форума», но зрители очень разные. Билеты дорогие, и чаще всего покупают те люди, которые могут себе позволить. Для студентов это не очень просто. Мы делаем всё, и льготы, и стараемся впускать. Театр очень разный. Бывают спектакли, которые очень сложного языка. И мы становимся как-то приучать зрителя к языку театральному, чтобы театр не был служанкой литературы, а театр был со своим языком, со своими тайнами, которых надо разгадывать, своей символикой языка. За эти 12 лет Марк Контакт обрёл какое-то собственное лицо? Что его, по-вашему, выделяет среди других театральных форумов? Во-первых, это молодёжный форум. Стараемся смотреть и приглашать те спектакли, в которых проявились или молодые режиссёры, или есть интересные актёрские работы. И не только молодых режиссёров, но где молодые актёры проявили себя. Наш спектакль «Крейсеровая соната» главную роль играет Иван Трус, который получил и национальную театральную премию. Прекрасная актёрская работа, которую мы представляем на этом форуме. А на какие спектакли вы бы ещё посоветовали обратить внимание зрителям? Для каждого своё. Одному нужна какая-то классика, другому, может, будет нужен пластический спектакль, который представляет и Польша, и представляет Минск. У кого-то будет совсем современная драматургия, современные тексты. Каждый на уровне интуиции, на уровне информации какой-то они подбирают. Можно каждого представить спектакль, но спектаклей 22, займёт довольно много времени. Что кроме спектаклей увидят зрители и в чём смогут поучаствовать? Есть обсуждения, и эти обсуждения будут не только с именитыми критиками. Это диалог с труппой. Будут и молодые критики, которые будут и присутствовать, и будут своё мнение высказывать, и какой-то диалог возникнет. Ну, как бы такой мастер-класс тоже. Настоящий мастер-класс тоже будет проводиться и для актёров, и встреча с режиссёром Марчелли, который действительно интересный режиссёр, и Эренбург, который будет проводить мастер-класс. Будут участие молодой режиссуры, которые будут ставить такой эскиз к спектаклю. Стараемся, чтобы в течение этих семи дней была активная жизнь. Саулю, спасибо вам большое и до встречи на Мартконтакте. И пока это всё, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разум знаний, подтремливайте культуру и заставайтесь на Беларусь-3. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова